Ну что, мы сейчас в гостях у вас в Ледовом дворце в Петербурге. Вы в гостях у нас и получается, и мы в гостях у вас сейчас, да? Знаю, что сейчас празднование большое идет в Ледовом дворце, посвящено столетию Невского района. Все, в том числе и губернатор, сейчас присутствуют здесь. И расскажите, как будете поздравлять Невский район, да и может быть какую-то новую песню представить? Ну, будем поздравлять, конечно, шутками, смехом, песнями, которые в основном будет зал петь. Ну и, конечно, будет в качестве поздравительного подарка. Это новая наша песня Зинаида на стихи поэта Михаила Гуцарева и музыка Виктории Кахана, которая буквально месяц, наверное, на всех радиостанциях крутится и уже, в общем, позанимает лидирующие строчки в хит-парадах. Скоро планируем снимать клип на эту песню, буквально, наверное, через неделю. Ну, увидите. Еще немножко об этой песне расскажите, пожалуйста, может быть, создание, может быть, какой-то жанр. Немножко она поменялась, наверное, по стилю, более такая мягкая, что ли, стала, лирическая? Ну, она и лирическая, и в то же время танцевальная, потому что она крутится как на радиошансон, так и на танцевальных радиостанциях. Наверняка будет сделано несколько ремиксов на эту песню клубных. Нет, помимо Зинаида у нас еще много песен, потому что скоро 70-летие Барри Алибасова, и в ноябре мы планируем сделать новую программу, уже делаем. Уже записано порядка 12 песен новых, целый альбом практически, будет еще писаться новый материал. Ну, песни в таком молодежном звучании, в современном стиле, есть и лирика, конечно. В общем, люди, которые слушают эти песни, они не ассоциируют это основной никак. Ну, сама песня Зинаида кому посвящена? Я попробую догадаться, конечно. Ну, наверное, может, Ваине. Нет. Не Михаилу точно. Какой Зинаиде? Чьей Зинаиде? Я думаю, что это Зинаида, с которой у Михаила Сафарбековича было что-то в молодости связано. И вот этот образ навел, наверное. Ну, нам кажется, еще не заслужено забытое имя. Зинаида – это замечательное имя. И сейчас мало кто называет девушек. Сейчас проще найти Фаину, чем девушку с именем Зинаида. По-моему, это имя уже занесено в Красную книгу. Так что благодаря песне Зинаида… Значит, мы с этим именем точно. Наконец-то уже стали… Какой образ девушки Зинаиды вообще у вас возникает в головах, когда вы поете… Ну, это зависит от времени суток, о том, в каком положении. И в каком состоянии. Но, тем не менее, Зинаида такой старинный, несколько имен. Ну, у меня почему-то вот такая вот, как из фильма «Белый солнце в пустыне», вот она в платочке, в таком вот… Ну, в красном платочке такая. У меня он просто такой пышный, пышный афроамериканки. А у меня такая шпала уклачется, такая русская Зинаида. Ну, у меня тоже такая… У меня было много таких моментов подъема, спада, но мы всегда, всегда были на плаву, как бы не раскисали, всегда придумывали что-то новое. Потому что зрителям нужно удивлять, делать новый материал. И, в общем-то, чем мы и занимаемся. Это ренессанс, возрождение, а не реинкарнация. О знакомстве немножко с солисткой Бонни М, расскажите, пожалуйста. Где познакомились, при каких обстоятельствах, какие эмоции возникли, когда… Ну, с группой Бонни М мы знакомы уже очень давно. И как-то так получалось, что мы работали в совместных концертах. И всегда мы на сцену выходили после группы Бонни М, либо группы Бонни М после нас. По списку. А такое тесное общение у нас произошло в Лондоне. В Лондоне мы закачивали наш европейский тур. И как раз мы работали вместе с группой Бонни М. Они работали перед нами, они не разъехались по домам, хотя они живут большинство в Лондоне. Они остались посмотреть наше выступление. И после выступления прибежали к нам в ремёрку, давали кричать, восторгаться, восхищаться. В общем, с тех пор у нас пошло такое плотное общение. И когда они проездом были через Москву, куда-то ехали на гастроли, у них было несколько часов в Москве, они приехали в гости к баре Алибасу, где мы накрыли там поляну. В общем, душевно очень посидели. И так в шутку договорились о перспективе совместного творческого сотрудничества. И вот сейчас мы были, когда на гастролях... Я даже видел фотографии, там Слава даже фигурировал. Расскажите, где встретились? С Шейлой? Да. А где мы встретились? В Новосибирске, в Томске. В Новосибирске, в Томске был большой концерт, где участвовал Буни М. Конечно, мы с Шейлой встретились, ура, ура. Вообще она очень... И мы предложили спеть как раз песню. Мы репетировали, Володя с ней репетировал. Именно в определенном месте она выходила на Зинаиду. И есть не Зинаида. И пела Шейла Бонник, это легендарный человек вообще, Буни М. Это вообще... Буни М для меня, это вообще моя страсть, моя любовь. У меня сестра есть, она любила Аббу всегда, а я всегда за Буни М. И Шейла Бонник, она такая вот потрясающая женщина. И она спела Зинаида на русском, она чист, без акцента вообще. Шейла Бонник, она из самого первого состава группы Буни М. Да, да, мало кто знает, наверное, Шейла Бонник, это вот первая солистка вообще. Вот Лиз Митчелл, это чуть позже пришло. Поэтому Шейла Бонник, поэтому назвали Буни М, Буник. Буни М, Митчелл. Ну как вам такой творческий союз? Да замечательно вообще. Замечательно. Мы договорились в следующий раз, что наша очередь будет петь их песню. Какую вы выбрали песню, вы можете говорить? Ну, наверное, пока... Лиру Спутин. Лиру Спутин или Дарри Кул. Дарри Кул, это, ну, такой клевый папа. Называется песня. Это будет где-то тоже на дискотеке 90-х, в сборном концерте, да? Да, да, да. Вполне возможно еще и дальнейшее творческое. Может где-нибудь там за рюмкой чая, в баре дома опять, в дружеской атмосфере. Для начала. Для начала. Ну, еще раз, сегодня все-таки повод на столетие Невского района. Может быть, какое-то поздравление? И вот, что знаете, может быть, о Петербурге и о Невском районе? Часто ли бывает в Петербурге? Ну, если рассказывать о Петербурге, то это нужно специальную программу, наверное, да? Ну, у нас есть время. Выделять время. Нам, к сожалению, на сцену бежать сейчас. Вот, поэтому мы Невский район поздравляем со столетием. Сто лет – это, конечно, такая дата. Солидная дата. Солидная дата. И желаем процветания вашему району, чтобы как можно больше зелени было, как можно больше радости, было детского смеха на улицах. В общем, будьте счастливы и всего вам хорошего. И хорошего вам настроения! С праздником, Петербург! Помимо вас сегодня кто на сцене? Я знаю, что там состав, ну, золотой, платиновый состав сегодня. Если честно, мы видели только вот Валерию Александра Буйнову. Мы только зашли, вы нас перехватили. Мы уже не успели ничего посмотреть. Не успели поздороваться. Да, да, да. Ну, как атмосфера вообще в зале? Кто присутствует, расскажите, как? Насколько… Мы только зашли. Не знаем. В зале еще не были. В зале еще не были. Да, сейчас будет антракт, мы обязательно посмотрим сцену, пощупим. Только зашли. Ну, может быть, немного для наших зрителей еще, да? Небольшой кусочек, фрагмент песни «Зинаида», если можно. Полностью начинаем. Зинаида, ты моей любви забытая обида, Для тебя моя любовь открыта, Я прощаю, но обида не забыта. Зинаида, Зинаида, ты моей любви уставшая планита, Для тебя моя любовь открыта, Я прощаю, но обида не забыта. Зинаида, Зинаида. Спасибо большое. Спасибо. До встречи. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова